Всем здравствуйте! Сегодня я покажу, как готовить больше. Для многих это что-то сверхъестественное, что-то очень сложное. Ничего на самом деле тут сложного нет. Готовится все легко, не очень быстро, но зато получается вкусно. Что нам нужно? Нам нужна томатная паста, лук, картошка, морковка, свекла, капуста и что-нибудь из мяса. В моем случае это будет немножко куриное. Это как бы стандартный набор для борща. Ставим воду на газ, на огонь, закидываем туда мясо, солим, соль по вкусу добавляем, лавровый лист добавляем. Все немножко перемешиваем, закрываем это дело крышкой и приступаем к следующему процессу. Режем лук. Чем мельче, тем лучше, я считаю. Режем картофель наш. Свеклу разделяем на две части. Одну часть мы нарезаем. Вот сейчас, как на видео, я покажу вам. Все, половинку отложили. Эту часть мы тоже нарезаем кубиками. Вторую часть мы натираем на терке. Для чего это нужно, я потом дальше покажу. Морковку точно так же разделяем напополам. Одну часть откладываем. Вторую часть режем. Сначала режем на слайсы. Потом крошим соломкой это все дело. Все делается очень просто. Вторую часть мы натираем тоже на терке. Помешиваем нашу водичку, которая уже закипает в кастрюле. Пенку мы снимаем. Обязательно пенку снимаем. Берем сковородку. Наливаем туда растительное масло. Высыпаем лук. И начинаем делать зажарку. В кастрюлю тем делом мы высыпаем нашу порезанную морковку. Вот так вот, которая соломкой нарезана. Высыпаем буряк, который порезан тоже квадратиками или соломкой. Высыпаем картофель. Тем временем у нас лук жарится. Лук мы не забываем мешать. Кастрюлю мы пока накрываем крышкой. И продолжаем делать зажарку. Всегда его мешаем лук, потому что он может очень быстро подгореть. Снимаем еще немного пенки, которая образовалась от картофеля. В лук мы добавляем натертую морковку. Все это дело тоже перемешиваем, мешаем. Вот так все аппетитно выглядит. Добавляем томатную пасту сюда. Опять же, все тщательно перемешиваем. Не торопимся, делаем все аккуратно, чтобы ничего никуда не выпрыгивало. Сюда же добавляем натертую свеклу. И все перемешиваем. Таким образом у нас получится заправка для борща. Очень аппетитно все пахнет. Смотрим в нашу кастрюльку. Все там бурлит, кипит. Пробуем, когда картошка будет готова. Картофель, мясо. Пробуем всегда на готовность. Помешиваем, зажариваем. Когда картофель доварился, мясо уже мягенькое, добавляем капусту в нашу кастрюлю. Добавили капусту, перемешали все это дело. И следом высыпаем зажарку. Все то, что мы жарили на сковороде. Все это дело немного перемешиваем. Все очень красочное, аппетитное. Закрываем крышкой. И делаем газ на минимум. Так борщ наш должен вариться в течение часа хотя бы на мелком-мелком огне. Он набирает свои кондиции и доходит до готовности. Когда все готово, насыпаем тарелочку вкуснейшего борщица. Нарезаем черненького хлебушка, добавляем зелени и ложечку майонеза или сметанки. Всем приятного аппетита! Пробуйте, готовьте. У всех все получится. Может не с первого раза, но всегда все обязательно получится. Всем спасибо за внимание. Смотрите мои следующие видео. Там будет много хороших рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok